всех приветствую на канале деловита и сегодня мой ролик посвящен снова дельвейсом 20 августа меня повторно зацвел и дельвейс у многих уже он сухоцветы у меня он цветет очень много вопросов возникает у зрителей можно ли выращивать в кашпо и дельвейс и и сегодня я хочу посвятить именно этому ролик как создать грунт для посадки именно в кашпо пример цветущие кашпо с дельвейсом она мне большой 12 литров и вот пожалуйста хочу показать что 20 августа на улице мне прекрасно зацвел повторно и дельвейс под бутончики молодые еще какие-то цветочки уже отцветают конечно он не цветет так как первое цветение которое начинается в начале июня длится почти месяц если оставить цветы то они просто как сухоцвета будут смотреться но я вот обрезаю их и поэтому меня повторно цветение в конце лета появляется и вот прелестные цветочки и так что необходимо учитывать при посадке в кашпо вот пожалуйста посмотрите мои цветочки которые растут в контейнерах тоже довольно таки взрослые кусты вот здесь тоже есть повторно который бутончики выбросил вот он у меня в таком техническом кашпо они растут зимой прямо так вот зимой в таком виде этим растением где тоже пять лет я их пересаживаю по мере роста потому что вот например сейчас покажу двухлетний саженец он отцвел в этом году маленький вот который семенами выращивала очень обильно цвел это много очень таких сухих веточек который цветочки старых на тот прям был листьев не видно как он цветет обильно и теперь я хочу посадить в эту более большой объем чтобы он мог расти развиваться у дельвейса мочковитая форма корней он разрастается хорошо и необходимо периодически его пересаживать вот в августе вместе понятно что вот здесь вот такие уже и листики которые уже скажем так высохли не надо этого пугаться естественно растение живое какие-то нож образуются листики какие-то уже отмирают вот как обычно чистим следим за растением как бы любыми там до цвели убрали и так готовим грунт вот сколько всего необходимо для посадки дельвейса основа у нас почва это обычный суглинок здесь единственно может быть добавлен уже биогумус вернее компост не биогумус надо сюда именно компост исходим из того что растение горное какие-то удобрения с навозом ему не нужны так как кашпо все-таки это ограниченное пространство поэтому надо создать оптимальный какой-то такой грунт который было комфортно расти цветочку что я делаю вот значит еще раз вот суглинок мой такой он удобный рынки то есть вот я беру там 4 части земли такой дальше добавляю сюда одну часть песка так добавляю сюда вот 10 процентов где-то вермикулита и обязательно перлита наши корни должны дышать кашпо перлит и вермикулита они разные воздействия оказывают на грунт рыхлость почвы то конечно основное главное но еще помимо этого разлагаются необходимые микроэлементы для нашего растения так и сюда надо добавить вот на это количество я добавлю доломитовую муку это нас магний кальций растение же в горах растет поэтому это его основное скажем так питание где-то здесь у меня столовая ложечка получается на такое количество пермикулит пермикулит кстати тоже он так и защелачивает почву при разложении это сюда то есть вермикулит перлит один влагой впитывают удерживает другой и отдает лучше вот прям хорошо вермикулит и перлит добавить вот такой грунт получается вкусненький рыхленький то есть еще раз говорю не надо сюда добавлять биогумус лучше компост все-таки остатки перепревшие ну в горах же нет навоза растение там растет мы создаем более менее приближенных его естественным условием хотя хочу сказать садах конечно у наши цветочки становятся уже окультуренные уже капризные подаваем еду вкусненькую удобреница так следующий этап кашпо у меня здесь 8 литров кашпо с дренажными отверстиями то есть я плела не на кольцо который вот с отверстиями все здесь дырочки есть необходимо на дно уложить гравий известковый вот на дорогу строили таких камешков и галамитовый известковый гравий полно то есть мы для корней на дне создаем основу приближенную к естественному состоянию скажем так горы посадим в кашпо будет чувствовать себя как у себя в горах то есть гравий создает необходимый нам слой дренажный чтобы водичка не заставилась и плюс дополнительное взвискование все дальше заполняем именно этим группам как видите никакие удобрения сюда ничего не добавляю все что необходимо это вот обычная почва и вот природная который доломитовая мука и компост который уже здесь есть потому что все таки кашпо это ограниченное пространство конечно вкусняшку какую-то надо добавить так примеряем уже подготовила хочу показать видите какая мочковатая корневая система он уже оплел этот горшочек у даже вот я не буду немножечко так его распотрошу чтоб корни пробились побыстрее во вкусняшку здесь вообще вот я сажал даже суглинистую почву тут вообще даже ничего не добавляла ты сейчас уже для кашпо именно готовлю более вкусную плодородную почву растение должно также в кашпо стоять как она и росла то есть не надо его заглублять не надо его оставлять особо на поверхности все и засыпай так засыпаем еще грунт развела почему перлит вермикулит именно вермикулит это слюда перлит луканическое стекло каждый по-своему хорош и очень хорошо дружит моим обильвейсом такое вот сочетание вот я заметила посетую то добавить так мы все посадочка завершена надо будет полить не залить а так слегка пролить чтобы грунт был увлажненным и что хочу следующее сказать по уходу за этим цветочком по уходу за цветочком именно в контейнере на солнце расположение нежелательно он не любит жару в то же время в тени а вот у меня рос ну можно сказать нормально когда солнце до обеда после обеда ему лучше значит высокую температуру не выносит листики сразу могут так вот прям а паникать не переносит залив то есть надо следить за влажностью контейнере но не переливать то есть видно что там корочка он вообще листиками показывает что он хочет пить у нее такие они так раз и паникают значит требуется полив такой небольшой так может быть поверхностный хорошо рыхлить можно до в кашпо потому что вот грунт все-таки такой суглиночек он может по корочку создавать можно сверху насыпать с прям сразу вермикулит он такой создаст песочек красивый будет смотреться золотой и крупный купить будет вообще шикарно и в общем придвигать куда угодно хотите на крылечках хотите там ну куда угодно можно поставить украсить для весом место отдыха важно не залить еще раз повторюсь не залить не надо ставить его на солнцепёк умеренный полив и температура вот сейчас август когда дожди побольше но себя чувствует прекрасно когда юль был с жарой сумасшедший он конечно так так себе выглядел то есть весна когда у него начинается ботанизация он конечно есть такой зеленый бодренький в жару он так так себе выглядит а потом тоже опять где-то с конца июля весь август и до сентября он цветет прекрасно себя чувствует прям в этом кашпо можно отправить на зимовку а я ничего не прикапываю если вот можно пакетик как бы положишь и будет просто кашпо не испачкать я его в пакет поставлю с отверстиями вот значит эдельвейц любит именно дождевую воду он зимой просто под снегом я его ничем не укрывала как есть листья с естественным образом они отцветут вернее завянут будет он такой неприглядный кажется что погиб нет это просто он засыпает весной он как бы также из ниоткуда так нарастает быстренько у него растает они быстренько листики бутоны идут в рост цветет он где-то сначала июня по середину июля то есть где-то месяц полтора если вовремя его обрезать то будет вот повторно цветение начиная с августа то есть у меня вот этот цветок который если бы я учить пораньше обрезал эту вот он бы вот более активно бы сейчас все вот этот и вообще поздно обрезал поэтому да мне не цветет тоже цветоносов вот много было очень там цветет очень обильно так что ничего сложного нет а в домашних условиях вот честно говорю я не знаю потому что цветок этот все-таки такой горный да растет на в природе на улице какому-то чувство в домашних условиях я не знаю если только поставить его на лоджи на балкон куда-то и для него вот прям старт именно роста является талая вода снежная поэтому плевать его не хлорной водой конечно желательно там колодец на дождевую но по крайней мере если в квартирах каких-то городских но хотя бы должна быть она отстойная либо фильтрованная вода либо там потолизированную для него покупать ну вот что-то такое потому что хлорку сюда как-то не рекомендую по крайней мере вот я вижу что вот именно дождевой воды он прям после дождя весь такой оживает встрепенулся весь такой красивый сразу и как только жара дожди нету все я пахару с леечкой поливая потому что он конечно жара не очень нравится так еще по поводу подкорма камена в кашпо и дельвейса а все равно я не рекомендую применять какие-то удобрения минеральные так далее можно полить пару раз за сезон вот бродилкой когда травочку сквашиваю там с залой потому что вот сюда вот добавлять какие-то бактерии такие для того чтобы почва была живая надо вот я биоджеником пользуюсь это вот не реклама просто вот и там немножечко добавляю лечку от слегка поливая потому что чтобы а почва была живая как удобрение такой легкая небольшой там азотик что-то там добавляется для роста а так лучше вот видите что приостановился допустим в росте можно просто вынуть из кашпо заменить грунт опять грунт с компостом со 7 вот этими микроэлементами заправить и пусть он там растет потому что вот точно говорит что вот на следующий год даже в два-три года в этом кашпо будет вот если только активно начнет разрастаться его поток пересажу то есть почва вполне то что я заправил достаточно но бактерии вот я все-таки рекомендую вот именно добавлять такие которые живые заквашенные они прям конечно будут хорошо благодатно влиять а вот какие-то минеральные вот нет сюда не стоит это все добавлять не в кашпо не в грядку и никуда это не добавляю только полив немножечко такая концентрация может быть такая один там никак все растения вот послабже даже вот бродилочка сюда хорошо будет ну вот такой вот у меня ролик получился если кому-то будет полезен оставляйте комментарии оставляйте лайки я вот выращиваю до левейца уже более пяти лет у меня и поэтому делюсь с вами опытом выращивания потому что у меня он вроде как она получается и выращивать началась семян и вот поэтому прям хорошо знаю по этот точек все как он чего где и как мы лучше поэтому удачи вам в посадке выращивание и древеса до новых встреч на канале деловито